Так, продолжаем тему тестирования, и сейчас мы поговорим о том, каким образом мы можем протестировать таймлив. Здесь, опять же, все будет очень похоже на то, каким образом мы тестировали таймлив, когда работали с чем? Сред... ой! С ровлет стеком. Но прежде чем тестировать, нам нужно сперва написать какой-нибудь простой... какой-нибудь простой шаблончик. Давайте, для начала я здесь исправлю на... чтобы не создавать отдельный контроллер, здесь я создам контроллер. Ой, так, давай. Обычный контроллер. Здесь мне придется пометить response body. И создаем getMapping, который, давайте, у меня реагирует по мейну. Public. Мы же в реактивном, у нас моно. Так, public.string, и здесь public.string, public.string, main. Окей. И возвращаем мы... Возвращать мы будем, значит, имя, имя шаблона. Имя шаблона, имя шаблона у нас будет тоже называться main. Окей. Теперь нам нужно создать... Нам нужно создать... Шаблон main. Окей, создали. Давайте я создам сразу в нем строчку, строчку, строчку. Main page. Main page. Окей. Вот и мы будем тестировать ее главным образом, эту строчку, что у нас возвращается шаблон, в котором обязательно есть такая строка. Окей. Сделали, да? Теперь нам нужно создать, соответственно... Нам нужно создать тест для нашего метода. Окей. Так, вот наш тест создался. Но, как мы видим, он у нас пока пустой. Нам здесь нужно сделать, по сути дела, то же самое, то же самое, что мы и сделали вот здесь. То есть, нам нужно воспользоваться нашим webtest-клайентом, который делает запросы, делает запросы, и затем ответ мы просто инспектируем. Так что, поехали. Webtest-клайент, метод у нас снова get, uri main, uri main. Итак, снова exchange. И что мы... Для начала давайте проэкспектируем статус. У нас должен статус окей. Ну, то есть 200, да? Сделали. Теперь давайте... В принципе, можно еще экспентировать заголовки, да? Если вы хотите, но... Здесь особо я не вижу смысла инспектировать заголовки. Заголовки. Давайте сразу перейдем к телу. К телу, к телу, к телу. То есть, expect, expect body, expect body, expect body. Ну, что такое http-протокол? Это текстовый протокол. У нас здесь возвращаться будет стринга. Можем написать так. Стринг. Класс. Угу. И теперь... Смотрите, у нас value, value, consume with is equal to. Но у нас вернется одна большая стринга. Так? Так. То есть... Так, где у нас? У нас вернется вот такая стринга. И нам нужно ее как-то проинспектировать. Но мы не можем же... И нам не нужно, в принципе... Прин... Ладно, подождите. В принципе, можно написать вот что-то типа вот этого. Из equal. И просто вот так вот вставить. Но мы так делать не будем. Мы проинспектируем лишь... Лишь-лишь на конкретные вещи. Мы хотим, мы хотим, чтобы наш... Таймлифт содержал обязательно вот эту стрингу. Срочку. MainPage. Так. Как мы можем сделать? Давайте. Мы можем воспользоваться вот value и consume with. Consume with. Consume with это... Короче говоря... Вот если мы здесь... Entity Exchange Result. Entity Exchange Result. То есть там сразу вы можете инспектировать и тело, и заголовки. Да? Но нам нужно, по идее, только тело. Поэтому мы можем воспользоваться value. То есть вот экспресс-бади и value. Мы берем value, да? Здесь у нас будет... Как мы видим, здесь какая-то функция принимается. Поехали. Респонс. Респонс. То есть то, что к нам придет. И. Вот этот респонс. Респонс. Это уже у нас стринга-стринга. У него метод есть contain. Мы что хотим? Мы хотим увидеть там mainPage. MainPage. Давайте я сделаю сперва... Зафейлиц. Зафейлиц. Но. Нам нужно... Здесь вернется true или value. Нам нужен какой-то assert. Нам нужен ведь assert. Не забываем. Поэтому пишем assert. Assert. True. Так. Мне нужно за... За... Вот. Из g-unita мы это дело берем. Из g-unita это мы дело берем. И давайте... Давайте все это дело за... Пустим. У нас будет фейл. У нас будет фейл. Но мы и хотим фейл. Я просто хочу вам еще показать, что у нас возвращается из действительности пустая обычная строка. То есть... Обычная строка. Итак. Итак, итак, итак. Что мы видим? Вот наша обычная... Вот наша обычная строка. Вот, 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 вот. И там нет, нет, нет... Вот этой вот строчки. Потому что он здесь пробел. Теперь давайте я вставлю пробел. И снова запущу данный тест. И, как мы видим, на сервис все отработало на ура. То есть вот таким вот простым способом мы можем протестировать и таймлив. джейсоны, наши джейсоны, да? То есть у нас есть какие-то... Допустим, у нас есть какой-нибудь RS-контроллер, который возвращает какой-нибудь джейсон, да? В принципе, мы их тестируем точно таким же образом. То есть мы будем создавать... Вернее, не создавать. Мы снова пользуемся нашим тест-клайентом и просто инспектируем наше тело. Наше тело. Все то же самое. В принципе, там немножечко изменится, но основной посыл точно такой же. Точно такой же. Поэтому джейсон я проверять не буду. Надо, по идее, как-нибудь еще потестировать базу данных. Базу данных и что-нибудь посложнее еще разобрать. Ладно, изучаем Spring, изучаем тестирование. See you next time!